Жители Южного Бруклина возмущены решением городских властей построить ночлежные дома в районе школ, жилых домов и парков. По инициативе депутата городского совета от Южного Бруклина Хайма Дойча перед резиденцией мэра Нью-Йорка Билла де Блазио был созван митинг протеста против создания ночлежного дома по адресу 100 Нептун Эвеню на границе районов Брайтон Бич, Шипсет Бэй и Манхэттен Бич. Среди протестующих было довольно много русскоязычных бруклинцев. Пришли и кандидаты в депутаты городского совета. Стивен Саперстин держал в руках плакат «Бездомные заслужили большее уважение от городского совета». У Марии Марх плакат «Господин мэр, перестаньте разрушать наш город». Участники говорили, что намечаемое под ночлежку здание опасно для здоровья бездомных, ибо там раньше размещалась автозаправочная станция с колодцами для бензина. В ночлежном доме планируется разместить 170 мужчин по 10 и более человек в комнате. Среди них есть люди с криминальным прошлым, с психическими расстройствами, наркоманы. Утром они должны покинуть здание и вернуться только вечером для ночлега. Где и как они проведут день, мэра не волнует. Как сказал депутат Хаим Дойч, мэр де Блазио, потратив за 7 лет своего правления миллиарды долларов, не только не решил проблему бездомных, но и усложнил ее. А теперь за 9 месяцев до ухода с поста хочет добить город, подписав многолетние контракты на размещение бездомных в новых ночлежках по всему городу, причем в самых престижных и спокойных районах, таких как Брайтон-Бич, Шипсет-Бей и Манхэттен-Бич. Если план нынешнего мэра будет осуществлен, это поставит следующего мэра, да и весь город, в очень тяжелое положение. Вот против чего протестуют жители города. Интересно, услышит ли мэр-демократ глаз народа? Александр Лахман, Александр Беликов, Рейса Чернина, Нью-Йорк.